Так, добрый день. Поставьте, пожалуйста, пятерки, если меня хорошо слышно и хорошо видно. Я сейчас пытаюсь как-то сделать... Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если вам хорошо меня слышно, хорошо видно. Отлично, отлично. Я вижу, что... Всё, замечательно, отлично. Мы начинаем. Итак, добрый день. Я рада вас всех приветствовать. Я смотрю, что у нас 24 человека сейчас. Вы знаете, мне на самом деле очень волнительно проводить вебинары, потому что это вебинары я провожу впервые. Во-вторых, я давно уже не проводила ничего, каких-то мероприятий. Но скажу, что мне очень приятно. И спасибо вам, что вы уделяете время для того, чтобы свое время отрываете от чего-то, чтобы услышать мою историю. Я не буду долго задерживать. Я с чего хочу начать свою историю? Скажите, вам презентация моя видна? Напишите. Да, пожалуйста. Да, или там плюсики поставьте по-быстрому. Веревая ли моя презентация? Всё ли хорошо? Да, видно, отлично. Замечательно. Я с чего хочу начать свою историю? На самом деле, с того, что рассказать вам, кто мои родители, из какой я семьи. И мои родители обычные люди, которые закончили сельскохозяйственную академию, получили высшее образование, учились, хорошо работали. Скажу вам так, были обычными простыми людьми, которые работали, начинали с колхоза, с деревни. Потом они переезжали с места на место, у них было своё хозяйство и так далее и тому подобное. И в какое-то время они начали свой бизнес, свой собственный классический бизнес. С чем он был связан? Вообще, начало я уже не помню с чего, но на самом деле бизнесов у них было очень много. И своим трудом, своим временем они просто, влаживая всё это в бизнес, в своё дело, они развили неплохо достаточно бизнес, у них были хорошие доходы, отличные. И, вы знаете, какое-то время они всё потеряли, просто вот под ноль, полностью, ещё в долгах остались. И, вы знаете, они боялись, значит, заново и так далее. К чему я вам вообще это рассказываю? Я большую часть своей жизни, можно сказать, да, сознательной, выросла, конечно, в семье бизнесменов, когда у них же уже был бизнес, родители часто не было дома, часто мы с братом оставались одни. И я к чему рассказываю? К тому, чтобы вы не боялись приглашать людей, своих знакомых, может быть, у вас есть похожие истории ваших знакомых, чтобы вы не боялись приглашать их в компанию Reflame, что вот вроде у человека там есть свой бизнес, да, или там ещё что-то, какие-то планы. Вы никогда не можете знать, что у человека в голове, в душе, на сердце. И поэтому не бойтесь приглашаться людей абсолютно разных. Как говорится, хорошая фраза есть, не решайте с других. Вы знаете, хочу вернуться немножечко к началу, то, что я забыла вам сказать, о том, что я вас попрошу быть очень активными, так как в конце хочу сделать маленький сюрприз, хочу сделать маленький подарок. Ну вот кому я... Мы посмотрим, да, активному человеку. Вот из такой семьи на самом деле я выросла такой, скажем, я росла такой девочкой очень застенчивой, стеснительной. И в школе, знаете, было мне очень страшно поднять, например, руку и ответить по какому-то предмету, потому что, знаете, мне было даже проще скорее сказать, что я не выучила и получить плохую оценку, чем выйти перед классом и, скажем, рассказать домашнее задание там какое-то там уже. То есть для меня это было сверхъестественно, для меня это было очень и очень сложно. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Кому знакома такая ситуация? У кого есть, скажем, страх перед выступлением, перед аудиторией какой-то и так далее? Кто-то узнаёт себя в этом? Я не одна такая, да, я вижу, что есть. У нас были такие замечательные. То есть есть такие. Я не одинока, да, в этом. И вы знаете, поступив даже в институт, я из маленького городка, город Рогачёв, не представилась, да. Город Рогачёв, вы это видите на слайдах, но скажу, какой-то город, да. Вы наверняка все пробовали нашу Рогачёвскую сгущенку, я всегда рекламирую её, конечно же. Так вот, когда закончила школу свою, то меня родители спрашивали, куда бы ты, Ирина, хотела поступить? Я говорила, конечно же, в Минск. Мне было неважно, куда, лишь бы в Минск. Они всё время смеются с меня с этой историей. И вот у меня родители не могли бы это позволить. Меня родители привезли в город Минск. Я поступила в частный институт. Мне с нами комнатку у бабушки и старушки. И вот таким образом началась моя, скажем, самостоятельная жизнь, да, столичная. И, знаете, в провожении своей стеснительности, да, знаете, даже в институте, выступая там перед аудиторией, перед своей группой, да, мне было всегда вот точно так же стеснительно, неудобно, что-то такое, да. То есть я, конечно, как-то преодолевала, старалась что-то. Но когда у меня были какие-то определённые вопросы, при группе, я никогда не поднимала руку, не задавала. Я уходила с этим вопросом домой, либо искала ответы, либо забывала этот вопрос. То есть мне было проще вот как-то так, ну, чтобы поднять руку, а вдруг, а что бы они подумают, а вдруг я задам глупый вопрос или ещё что-то в этом роде, да. То есть я думаю, что люди, которые ставили здесь восклицательные знаки, они меня понимают прекрасно, о чём я. Ну да, гущёнка хорошая. И как я пришла в Рифлэйн? По-моему, на третьем курсе, когда я училась в институте, к нам пришла одна девочка, новая девочка, в группу абсолютно учиться, она переглядась к другому какому-то университету. И вы знаете, на самом деле в группе у нас показывали много людей каталоги. Многие девочки носили каталоги, показывали, предлагали посмотреть продукцию и так далее, сделать у них заказы. И вот эта девочка пришла, она была чередовым консультантом у нас в группе, которая носила точно так же каталоги. То есть она была не новой. И вы знаете, мне на самом деле никто не предлагал ведь пойти в Рифлэйн, получить свою дисконфер-карту, то есть я уже не говорю о бизнесе. И вы знаете, вот эта девочка, Маша ее зовут, ее зовут Маша, эта девочка, она в очередной раз когда-то принесла каталог, я не знаю почему, наверное, потому что мы с ней немножечко сдружились, как-то что-то более близко, хотя я дружила со всеми в группе, у меня не было каких-то там любимчиков. Ну вот именно у этой девочки я сделала заказ на мое любимое средство, это средство для снятия лака, вы его видите внизу, очень люблю его до сих пор. И вы знаете, я заказала именно это средство. Я говорю, вот ты знаешь, Маша, я когда-то была в Рифлэйн уже, и вот помню, что средство это просто классное, обалденное, вот оно мне надо. И она мне принесла это средство. И вы знаете, у меня был вопрос такой, знаете, как с подковыркой такой, думаю, интересно, вот как же она принесет мне по какой цене, по цене каталога и вот по цене со скидкой все-таки, после своей, да, вроде как там, вроде так не чужие люди, как говорится. Вот напишите в чате мне, пожалуйста, да, я буду с вами немножко диалог такой хотя бы через чат ввести, напишите мне, а как бы поступили вы? Вы принесли бы по цене каталога, либо со скидкой, либо вы, что бы вы сделали? Мне просто интересно ваше мнение, чтобы вы не просто меня слушали там, да, что-то со скидкой, со скидкой, ну а какие добрые, какие все, со скидкой на неполные, кто что, кто-то тут что-то зазвучало, ага, скинула бы чутка, по цене каталогу предложила приобрести дисконт со скидкой, хорошо, спасибо. Вы знаете, я скажу вам, расскажу вам, как было, как было со мной, как было со мной. Мне принесло наше средство для снятия лака, в пакетике, все красиво, по цене каталога. Вы знаете, я не расстроилась, не разочаровалась, в том плане, что, знаете, разница там вроде как и небольшая такая, да, то есть, но, вы знаете, Маша мне сказала, а ты знаешь, что ты в Airflame можешь делать покупки сама, но дешевле. Я говорю, а я знала, я уже была в Airflame, вроде как и все. Вы знаете, многие люди на этом этапе останавливаются, скажем, да, то есть, приглашение своих знакомых в компанию, ну, вроде была, она уже все знает, она уже все видела, скидка мне не интересна, ну, и боксинг, да, то есть, вы знаете, так сделала не Маша, Маша, Маша мне, скажем так, всегда потихонечку что-то капала, что-то рассказывала, а вот Airflame там у нас то-то, а вот у нас вот это, да, ну, конечно, приносила всегда каталоги, показывала, то есть, она всегда какие-то мне потихонечку рассказывала новости, и вы знаете, как, скажем, состоялся мой приход вообще в компанию, да, я, я правда вам скажу честно, я не собиралась ни вводить покупки, ни со скидкой, то есть, у меня достаточно было, я там не была каким-то фанатом всей продукции компании Reflame, да, то есть, мне нравились какие-то определенные вещи, мне были вот такие вот любимые, скажем так, и каким образом поступила Маша, скажу вам честно, что Маша, чтобы вы понимали, это мой спонсор сейчас, на сегодняшний момент, Мария Наполева значонок, да, чтобы вы понимали, о ком речь идет, кто знает ее, так вот, как, как я пришла, как я пришла в Reflame, вот вы видите фотографию, это я, я вывезла, вывезла, три зоны, из общего, да, чтобы не выделять там как-то, получилась вот такая фотография, это, скажем, я, вот на тот момент, близка, и внешне как-то, да, то есть близка к тому периоду, когда я пришла в Reflame, какой я была, и вы знаете, когда я пришла в Reflame, то я не пользовалась тушью, честно говорю, я даже не умела ее краситься, и когда мне рассказывали, женщины там в Reflame, да, когда мы на сыростном центре, я говорю, ну что ты не можешь глаза себе накрасить, а я говорила, а зачем мне, то есть просто выдавая, скажем, свое ление, я даже не знаю, то есть у меня как-то, у меня было такое стремление, я такая была девочка, знаете, в спортивных штанах, в джинсах скорее, в кофтах, в свитерах, как меня, мои спонсоры потом говорят, то есть такие волосы, ну видите, да, то есть представляете, так вот, так вот, на чем я становилась, на том, что как я пришла, как меня Маша пригласила дальше, да, то есть я помню одну ситуацию, когда мы стояли в институте, перед там дверями аудитории, сдавали какие-то экзамены там, или полузатчеты какие-то, что-то такое, и Маша мне говорит, это было уже лето, я, то есть заканчиваю сессию, сдаю сессию и уезжаю в свой город Рогачев, чтобы, естественно, не снимать квартиру в городе Минске, да, потому что это затратно, и я, вы знаете, я такой человек, что, я скажу так, не, как это сказать, жалела, скажем, те родители, я знала, как родителям достаются деньги, да, то есть я не была такой, что вот туда-сюда, то есть я понимала, что им, им захватает того, что они платят за мое учение, то есть они снимают мне квартиру, они кормят меня, одевают и так далее, то есть, да, это была хорошая статья затраты, личная для них, и хотя, ну, как бы, то есть они не всегда, не экономили там, да, на мне как-то, то есть, ну, вот я так вот, вот я жалела, родители, была благодарна, и сейчас благодарна им, конечно же, за это, так вот, стоя от меня до аудитории, возвращаясь, мне Маша как-то говорит, ты знаешь, у меня, мне дали задание, мне надо пригласить 5 человек в рефлейн, я говорю, ну, хорошо, она говорит, вот у меня 3 человека уже есть, а ты будешь 4-й, я думаю, я говорю, ну, хорошо, а сама думаю, что мне жалко, что у него 4-й, так 4-й, а сама думаю, я ничего не понимаю, у него на самом деле, значит, говорю, что для этого надо, она говорит, нужно тебе будет только с паспортом прийти на сервисный центр, я говорю, ну, хорошо, я вот говорю, у меня паспорта нет, он уже в Рогачёре, я говорю, вот я приеду, когда потом уже в августе я буду в Минске, и мы с тобой сходим, ну, и хорошо на этом, что вы думаете, приезжаю я летом домой, когда уже, да, проходит какое-то время определенное, может быть, там, может быть, это был, скорее всего, и вы месяц где-то, раздается звонок от Маши, и Маша мне говорит, Ира, я тебе на электронный ящик сбросила анкетку, ты, пожалуйста, заполни и перешли мне, там была простая анкета, абсолютно простая, что-то вроде, знаете ли вы косметику Reflame, пользуетесь ли вы, были ли вы на сыростном центре, ну, и всё, то есть телефон, имя, всё, то есть самое простых, там, буквально 3-4 вопроса, я заполнила, переслала, и через, там, несколько дней раздается звонок мне от девушки, она звонит, представляется мне, говорит, я там менеджер компании Reflame, да, и говорит о том, что анкету, которую я заполнила, она участвовала в розыгрыше, и вот я получаю подарок, мне нужно прийти, получить подарок, вы знаете, вот такие вот, скажем, капельки, да, вот такие вот, вот так, 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 и вы знаете, мне, конечно, было очень приятно, да, что я никогда в день играла, никогда в день не выигрывала с чего-то, я думаю, что много таких людей, да, которые, боже мой, ну, сколько вот играю в лотерею, да, есть такие люди, у меня даже знакомые, говорят, никогда не выигрываю, то есть, вот я из этой среды, И, знаете, я приехав в Минск, я даже совсем забыла про этот подарок и все остальное. Но, скажу опять-таки, если бы не Маша, я бы не дошла до сервисного центра ни за подарками, ни за чем другим. Мы виделись с Машей, опять-таки, Маша мне говорит. Нет, даже Маша мне звонила, потому что это еще был август месяц. И позвонила, опять-таки, напомнила, ты помнишь, что тебя ждет подарок? Я говорю, конечно, помню. Но сама, естественно, я забыла. Вы знаете, я шла за подарком, вроде бы как. Но, вы знаете, был еще такой момент, который, я считаю, ключевым. И вы возьмите его себе на заметку для тех людей, которые зовут своих знакомых. Потому что Маша сделала такую вещь. Сейчас я понимаю, что это она делала неосознанно даже. Но вот она мне очень-очень-очень сильно расписала какую-то там маргаритку, которая будет меня встречать, нас будет встречать на сервисном центре, которая будет вручать подарок. Но, вы знаете, она так расписала, она так рассказывала, что эта вот маргаритка, она такая классная, она там, ну, я уже не помню какие-то вещи, но как-то вот она, да, вот она так рассказала, что я шла даже не за подарком, а посмотреть на эту маргаритку. И вы знаете, когда они пришли на сервисный центр, я помню эту дорогу, я думаю, быстрее буду дойти из метро с молодежью, еще из Крыганова была сервисный центр, быстрее буду дойти, увидеть эту маргаритку. Что там за чудо такое? Мне было действительно интересно. И когда мы пришли, представьте, у меня разочарования маргаритки не оказалось. Нас встретила какая-то другая девушка, провела презентацию, что-то рассказала мне об их лиме. Я, так знаете, в полуха, в полглаза, я уже это все знаю, я уже все это слышала. Мне подарили, как сейчас помню, там шариковый диздорант, что-то в этом роде, но я, скажем, осталась довольна, но не совсем, потому что я не увидела ту маргаритку, про которую я так много слышала. И, скажем, осталась такая, знаете, капелька, что нужно же дойти. Мне Маша потом говорит, ну ничего, мы в следующий раз придем с тобой, и ты действительно видишь эту маргаритку. Я думаю, ну ладно, в следующий раз приду. Так вот, в следующий раз мы пришли уже, когда он мне дал паспорт, на регистрацию. Мне рассказывали, проводили, проводили, так сказать, стартовую программу, рассказывали, как для всех новичков, наверное, то, что вы делаете, в принципе. И вы знаете, я как нормальный человек ничего не помню из первой встречи, но до сих пор у меня хранится тот листочек, на котором все написано. Что, когда заканчивается. Я вам хочу сказать о том, что важно людям все-таки что-то давать с собой, потому что на самом деле я ничего абсолютно не понимала, что ему там рассказывают, какие-то рисовали стрелочки, какие-то там кружочки, что-то там, что-то там кого-то, чего-то зави, там вот помнишь, что-то звать кого-то, там знакомых, там что-то там. Запомнилось мне одно, что выгодно звать своих знакомых в компанию. Вот это я помнила. А что там, шаги какие-то еще, что-то, подарки, там что-то. Выгодно звать своих знакомых, за это будет что-то там. Подарки какие-то, денежные вознаграждения. Вот все, что мне запомнилось. И вы знаете, каким образом... Сейчас подсмотрю немножечко. Каким образом я стала какие-то делать действия, да? Скажем, вам наверняка и будет интересно, как же этот переход случился. Я оставила своих... Для рекомендации своих знакомых запомнила анкету. Ну, причем, знаете, в анкете там было, что ты напиши своих 5 знакомых. Они написали там еще на обороте анкеты, да? Еще там раза в 3 больше. Пишите, написали, мне не жалко, да? Хотя, вы знаете, из моих знакомых, да, я, скажем, 3 года там, да, почти 2,5 года живя в Минске, да? Круг моих знакомых был, конечно, не очень большим. Это так мягко сказано, да? Это были, ну, конечно, мои, скажем, ровесники. Это были студенты в основном. Ну, практически все студенты. У меня не было там каких-то взрослых. У моих взрослых каких-то знакомых личных, да? То есть это были только вот мое окружение вот такое вот молодежное. И, вы знаете, мне мои спонсоры сказали, тебе твои знакомые, когда будут отзваниваться, мы их будем приглашать там за подарками, что-то такое. Тебе, когда будут отзваниваться, ты говори какую-то фразу. Ну, фразу, например, да, я заполняла анкету, приди, все увидишь. И все, больше ничего, рот на замок. И вы знаете, благодаря тому, что мне на самом деле звонили мои потом знакомые, говорили, а ты заполнила какую-то анкету, а что там будет, а как это будет? Вам наверняка знакомо, да, когда ваши знакомые, когда люди, скажем, задают много-много вопросов. А как там, а что там? Я, правда, просто честно, вот я рот на замок, я говорила, ну, сходи, посмотришься, тебе дадут подарок, действительно. То есть это мой обман. То есть я просто убеждала людей, что это действительно мой обман. Ведь я сама получила этот подарок. И почему бы или нет, то есть где вам еще бесплатно дадут, даже тот же шариковый дезодорант, кусочек мыла, пойдите в любой косметический магазин или еще куда-то. Я таких пока не знаю, да, магазинов, где вы давали бесплатно. Здесь есть такая возможность. И я ей надо пользоваться. Так вот, вот таким образом потихонечку, вы знаете, пригласили моего там одного знакомого, второго, третьего, причем, то есть мне спонсора об этом звонили. «А ты знаешь, у тебя регистрация». Я говорю, да, а кто, а что? То есть, ну, вот таким образом мне просто привели интерес. Мне было, скажем, да, любопытно. Ого, если моим знакомым это интересно, то можно, то есть если кому-то это нужно, да, то может быть, то зародилась такая, скажем, мысль, да, какая-то зацепочка, то может быть что-то, что-то может быть здесь и получится, что-то такое, да. Так вот, вы знаете, и вот таким образом потихонечку, потом меня Маша, опять-таки, все благодаря моему спонсору, да, любимому Машу, меня, так как мы учились в одной группе, естественно, виделись каждый день, то Маша ненавязчива, я даже не знаю, как это сказать, да, то есть вот как-то так умела, даже я вам не скажу, что умела. Маша сама только пришла в рефлей, поймите, да, двое вещь одну, она не была профессионалом, она это делала все на интуиции, я сейчас вспоминаю это, и делала это просто, она говорила, ой, Ирка, пойдем со мной на сервис, мы заберем заказ. Ну, то есть вот каким-то таким образом, да, доисцепляла что-то, то заказ у меня забрать там надо. Ой, послушай, у нас сегодня будет там школа по уходу за лицом, пойдем сходим, ну, пойдем, ну, за компанию, знаете, как за компанию, если у меня была возможность, вот таким образом мы ходили. И, знаете, началось то, что там, ну, на школе вы же наверняка все посещаете, да, те люди, которые растут в компании Reflame, карьерная лестница, то на школах вам дают какие-то рекомендации. Вы знаете, вы их не пропускаете, милуши, потому что эти рекомендации людьми уже не просто так написаны и даются вам, да, то есть эти рекомендации, которые уже пройдены много-много лет многими людьми, то есть они работают, если вы их выполняете, если вы их делаете. И, знаете, как мне было страшно показать первый раз каталог, да, кому-то своим знакомым. А кому показывать каталоги, когда я была в группе, в своей, да, студенческой, была, по-моему, шестым или седьмым консультантом Reflame, консультантом Reflame. И, знаете, я все равно приносила каталог, доставала, вложила на стол, на парту. Думаю, а пусть видят, что я тоже в Reflame. Хотя, вы знаете, очень многие в группе, ну, да, вся группа, да, смеялась. Это я потом чуть позже вам расскажу. О том, что где показывать каталоги. У меня была подработка, скажем так, я стремилась, я вам говорила о том, что я жалела родителей, да, что они будут тратить на мне столько денег. Мне хотелось как-то быть благодарной, более как-то облегчить им судьбу. И я пошла на подработку, я работала мерчендайзером. В определенном месте, в какой-то, да, с августа месяца я начала там работать, но еще совмещала учебу. Но потом еще пришлось Reflame, да, то есть приходить на школы и так далее. И, знаете, каким образом я показывала каталоги? Я брала, с утра я вставала, естественно, мне не было времени, чтобы возвращаться домой, скажем, там, что-то брать, что-то, какие-то вещи оставлять. Поэтому я вставала, там, в 7 утра выезжала из дома. И я брала с собой сразу все. Ну, вплоть до одежды, там, на физкультуру, да, в институт. Потом какие-то там, ну, как что-то на работу, с обойки какие-то и так далее. И еще, знаете, у меня такой, по-моему, рюкзан был по студенчеству, в который я накладывала 5 каталогов. А знаете, для чего я делала? Они же такие тяжелые, да, достаточно. А я нажила 5. Потому что, когда я ходила с одним, мне было так стыдно, так стеснительно достать этот каталог и показать кому-то. Я накладывала 5. Был невероятно тяжелый груз у меня на плечах даже, да, тащить его сначала на работу, потом уехать в институт, а потом в инфлей. И все это, все эти вещи, я верю, как ослик, да, и а. Так вот, чтобы избавиться от этого груза, да, вот я, наверное, пару дней его так потаскала, да, стесняясь достать, а потом его оплюнула, как говорится, да, тяжело мне стало все-таки. И я начала эти каталоги раздавать у себя на работе, потому что, скажем, переплел, скажем, свой страх переборос где-то, да, не сразу у меня это получилось, естественно. Ну, вот каким-то образом, то есть вот так вот начались мои показы каталога своим знакомым. Опять-таки проведение какой-то школы, да, когда мне предложили, боже, как это страшно выступать, как это, мне дожали коленки, у меня тряслось просто все абсолютно, да, чтобы, то есть я к чему опять-таки вам это все рассказываю, о том, чтобы вы понимали, что я такой же человек, да, обычный человек, на самом деле, у которого есть свои страхи, свои какие-то заболочки в голове, тараканы, как говорят, да, и они есть у каждого, не я только такая, все такие люди, каждый лидер, который пришел в Арифель, он борется со своими какими-то вот такими, скажем, нюансами. И, то есть, каждый человек, который приходит сюда, либо вы что-то делаете, растете, да, потому что невозможно просто сидя, скажем, на этой точке, да, на пятой точке, да, просто что-то получать. Надо что-то делать для этого, надо меняться как-то. Так вот, потихонечку, вот таким образом началась, скажем, моя такая, не скажу, карьера громенькая в Арифлейм, да, но какие-то действия в Арифлейм. Были, конечно же, вот переключаю, обучение. Естественно, у нас было очень много, как и сейчас, и его еще больше этого обучения, да, то есть семинары. Мы не пропускали ни одного семинара. Мы ходили на все абсолютно семинары, которые только нам предлагали спонсоры, на все школы, которые нам предлагали, школы по бизнесу, любые абсолютно, школы по косметике. И не важно, что я была 15 раз уже на школе по уходу за лицом. Вы знаете, от каждого человека, и каждый раз ты информацию услышишь абсолютно, ну, абсолютно, скажем, что-то новое ты всегда услышишь. Если вы открыты к обучению, к чему-то новому, то вы всегда услышите и поймете что-то, что-то. Это вот, кстати, я в серединке, если бы меня, да, не знал кто-то, да, вот, например, вот моя форма одежды, вот такой мой стиль, да, бизнесмена, вот таким образом начался. На обучение мы ходили, конечно же, уже... Изначально я ходила только сама, училась, да, со своими спонсорами. Потом в структуре у меня появились какие-то люди, мои лидеры, с которыми мы уже вместе ходили, со своей командой на обучение, соответственно. Что мы только не делали, проводили. Вот домашняя презентация, нашла такие старинные фотографии, да. Это мы у одной из девушек, да, дома, как сейчас, помню, проводим домашнюю презентацию. Вы можете видеть там двухъярусная кровать, да, детская в спальне стоит. То есть всё, ну, понимаете, всё, всё обычно, всё просто, то есть не надо каких-то заморочек. Люди иногда думают, что вот для того, чтобы мне... Точнее, даже я вспоминаю это мои мысли, для того, чтобы мне начать проводить какую-то первую встречу, мне надо быть вот супер-просто, супер-пупер подготовленной, отчеканной там вся речь и так далее. Да не будет у вас этого, пока вы не начнёте делать какие-то действия. Пока вы не начнёте проводить встречу, пока вы не проведёте хотя бы одну, две, три встречи, вы не наработаете навык, не получите. И было, поверьте, страшно и нам, и мне было страшно ехать проводить домашнюю презентацию для знакомых и так далее. То есть это... Что-то тут вопросы, я не отвлекаюсь на вопросы, да, на ваши. Я потом отвечу на все ваши вопросы после презентации, хорошо? Что я хотела вам сказать? Вы знаете, был период такой, какой-то, да, период такой, что лето опять-таки, затишье какое-то, и мне поступило такое хорошее предложение от моего папы поработать в его должности традиционном, да, что-то заработать. Ну, то есть были какие-то планы и так далее. Причём, вы знаете, я о традиционном бизнесе не только не по наслышке, да, потому что когда-то родители, если они уезжали куда-то отдыхать, хотя это было, может быть, один или два раза максимум на моей памяти, да, потому что у них не было времени, у них не было возможности оставить свой бизнес и уехать куда-то отдыхать, потому что если они оставляют его, вот, в принципе, можно сказать, что он стоит на месте, ну, можно сказать, что он рушится практически, да. Чуть, когда я стала постарше, да, у них вот была такая возможность, они оставляли на меня. И я знаю, что это такое не по наслышке, да, то есть все нюансы. Так вот, определённое какое-то лето, да, одно из лет, когда у меня была дана сессия и всё в порядке, меня пригласил папа поработать. Я с удовольствием, конечно же, пошла. У меня было много сил на это, естественно. Время было позволяло. И вы знаете, я скажу вам, что, конечно, традиционный бизнес – это нелегко. А в наше теперешнее время вы, если у вас есть, скажем, знакомые, да, в бизнесе, традиционщики, то, ну, просто пособождите, да, потому что на самом деле это тяжкий труд, действительно. Ну, конечно, если уже какие-то это крупный бизнес какой-то, да, даже у нас в Беларуси это сложно, естественно. Ну, крупных бизнесменов у нас на пальцах можно пересчитать. В основном все индивидуальные, скажем, да, традиционщики – это люди, которые зарабатывают там себе на хлеб тяжким трудом. И, вы знаете, скажу, что я… Я покажу вам даже картинку, вот как я себя чувствовала. Я вставала в… вставала там в 7 утра, выходила там, может быть, в 8 утра. Я выходила из дома в 11, я только возвращалась домой. Причем у меня не было каких-то перерывов на обед или еще. Мы кушали на ходу, честно. Завтракали вот дома, а все остальные перекусы у нас были на ходу. Причем я там натаскала и тяжести, и какие-то там… Что у нас было, чтобы вы понимали, да, что мы делали. У нас была на рынке была палатка, ну, как это называется, повелел, да, со стеклом, ну, где продавались какие-то там вазочки, стеклянные какие-то такие штучки. И, вы знаете, все было, скажем, сделать заказ продукции, да, заказать, чтобы привезли. Мы сами разгружали машину, потом мы сами торговали, мы сами потом… Я говорю, мы это, я говорю, я мой муж, теперь уж не муж, да, тогда еще парень. Мы сами, скажем, делали отборки какие-то и завозили их в свой вот этот павильон, да. Ну, то есть, и вот таким образом у нас получилось до 11 вечера, это самое вот, вот, как мы торопились уже домой, чтобы быстрее лечь спать, а завтра, на следующий день, вот, все то же самое. И, знаете, я себя чувствовала вот примерно, примерно вот так. Сейчас загрузится картинка, когда мы на лошадь, и это даже мягко сказано. Да, потому что, ну, сил не было вообще ни на что. Знаете, был, конечно, был один плюс. Я очень хорошо скинула в весе, да, я похудела, и когда я пришла в институт, у меня спросили, Ира, что с тобой, что ты делала такой, на какой диете ты сидела? Логика, ну, конечно, не говорила, что я работала на папу, да, то люди подумают, что это не то. И, вы знаете, я хочу сказать, что в этот вот весь период, да, пока я вот занята, из-за меня была в бизнес, ну, это все летом было практически, до самой учебы, естественно, в таком режиме, мои спонсоры периодически мне звонили, потому что на Reflame я, вот честно скажу, забила, забила и забыла. У меня не было возможности даже покушать, не то что там делать какие-то заказы, я не делала ничего абсолютно, но мои спонсоры периодически мне назвали. Я говорю, Ира, а как у тебя дела? А чем ты занимаешься? А что? А когда ты к ним вернешься? Вот такие вот вопросики. Я там в пупыхах где-то там что-то там отвечала им, да, то есть, ну, и все, будет время, и все, до свидания. И, вы знаете, вот после вот такого вот тяжкого труда мне пришло, скажем, такое понимание, что я жить так не хочу, конечно же. У меня была мечта создать свой собственный бизнес, конечно же, да, трудиться не по-моему, а трудиться на себя. Но вот так, как эта лошадка, да, я не хочу, потому что я так три месяца, это только три месяца, да, и вот так вот уже, а я так больше не хочу на самом деле и не могу. И, вы знаете, пришло какое-то даже маленькое разочарование, да, то есть в том, что вот в бизнес, но в то же время пришла и новая возможность вместе с этим разочарованием, потому что очередной звонок спонсоров, у меня состоялась потом и встреча со спонсором, да, со спонсорами, со своими, и были разговоры о том, что какие у меня мысли, мне задавали такие вопросы, какие у меня мысли, чем ты занимаешься, чем ты будешь дальше заниматься. У меня ещё, я ещё продолжала учёбу в институте, и, ну, скажем так, это был уже четвёртый курс, да, то есть уже к завершению подходило моё обучение. И какие твои мысли, да, что ты будешь делать. То есть мне просто задавали вопросы, над которыми мне стоило саму задуматься. И таким образом, вы знаете, я просто решила для себя, а почему я выпускаю такую шикарную возможность, которая у меня перебросом, да, попробовать себя в рефлейм, почему бы нет. И я снова, скажем, начала делать активные действия какие-то, да, которые, ну, вот всё то же самое, да, то есть только обучалась, проводила встречи, да, какие-то приглашения. И результат не заставил себя долго ждать. На самом-то деле я достигла звания директора, да, так скажем, люди, к которым стремятся очень многие. И эта фотография, которую вы сейчас увидите, эта фотография, это не мой парень, не мой муж, это основатель, сын основателей компании, Александров Йокник, это мой первый банкет директоров, на котором что-то не грузится, на котором... Так, вам видно, да, что-то не загрузилось изначально, так, перепрыгиваю, ну, загрузилось, отлично. То есть это мой был первый банкет директоров, на который я взяла с собой своего теперь уже мужа, да, тогда ещё парня. И вы знаете, то, что я увидела на банкете, даже, знаете, не то, что даже видишь, там надо быть. Это на самом деле вот про банкет директоров и рифлэн. Там надо быть, чтобы почувствовать ту атмосферу и почувствовать себя тем человеком, к которому вот относятся так компания и те действия, которые она делает. Это просто непередаваемо. Но вы знаете, на самом деле на этот банкет директоров я уже пошла не только со своим спутником, я уже была со своим бизнес-партнёром, моим первым директором, это Юлия Гаврилевичева. Вот она на фотографии. Мы вместе нас даже поздравляли в один год, то есть мы закрыли звание директора, да, мы получили чеки с тысячи долларов. И причём, вы знаете, я хочу сказать, что когда поздравляют твоего лидера, с каким уровнем он поздравляет, вы знаете, вы испытываете более яркие чувства и гордость за этого человека больше, чем когда поздравляют вас с самих. Это нужно пережить. Это на самом деле, хотя у меня ещё тогда не было детей, но это на самом деле как что-то такое, знаете, частичка тебя, какая-то вот роднюшечка, да, я даже так скажу. Да, вот мне вот что. И вы знаете, я хочу сказать, что один момент сказать о том, что какая компания у нас, да, факт. Я помню точно, что с курсом, помните, когда у нас когда-то был курс 3000 белорусских рублей, когда-то был такой смешной, да, курс, и стал когда-то вот как-то там скачок такой был летом, и 6 он тысяч стал, этот курс доллара. Так вот, я помню, что Виля, когда закрыла своё звание, она его звание директор, да, всегда его достигала, когда курс был 3000 белорусских рублей. И она вот последний каталог, она закрывает своё звание, тысячу долларов она должна получить в следующем каталоге, в следующем месяце, например, да. И этот месяц, скажем, подскакивает курс доллара. И вы знаете, у нас были вот такие сомнения, какие-то непонятки, да, нам было интересно, а как же компания поступит? И вы знаете, компания заплатила, несмотря на то, что вроде бы как человек работал вот в том режиме, старом, да, компания заплатила 1000 долларов по новому курсу, можно сказать, 2000 долларов, да, можно так сказать. Так, я ускоряюсь, потому что по времени смотрю. Что я хотела бы, что бы я вам хотела ещё сказать? Трудности. Знаете, какие были трудности? Трудности, ну, скажем, это были не трудности, это были преграды. Но на тот момент это казалось, что, да, какие-то вот такие вот вещи, конечно же, это было сложно на тот момент. Сейчас ты смотришь на это и понимаешь, ха, какая ерунда на самом деле в деле. И я помню, как мы с Машей делили один единственный бутерброд на сыростном центре, да, когда голодные студентки приехали на сыростный центр там поработать, встречи поразначать. И там Маша, мама совала с обойку, там один бутерброд, да, то есть мы ели его один на двоих. Вот этот котик, который в зубках держит денежку, да, это я к чему? На самом деле я говорила, что мы посещали семинары, да, все, и на самом деле ведь не всегда у нас были, как у студентов, деньги, да, на то, чтобы посещать. Где-то отдалжали, где-то просто экономили на том, чтобы пойти, мы знали, что вот через месяц приедет какой-то спикер какой-то, да, то есть мы отлаживали эту сумму, чтобы вот пойти на него. То есть не думайте о том, что вот у вас только трудности, какие-то деньги, они будут, есть и будут, как говорится, да, смотря, как вы к ним относитесь. И вот эта девушка ухмылка, с ухмылкой такой, да, это, знаете, когда наши одногруппники с Машей, когда, я помню хорошо вопрос моей одногруппницы, когда мы заканчивали уже институт практически, у меня задают вопрос, а ты куда пойдешь, где ты будешь работать? Ты уже нашла себе трудоустройство, скажем, место? Я говорю, а я врифлей, как я врифлей. И, знаете, вот эта вот девушка с ухмылкой, да, это вот как раз-таки вот такое выражение лица, и ничего не говорили дальше. То есть всё было понятно по выражению лица. Ну, и какие-то вот эта вот девушка с глазами испуганными, это страхи, про которые я вам говорила, да, страх преодоления, на самом деле, всего этого, себя прежде всего, то есть преодоление свои какие-то страхи. Они есть на определенном, на каждом этапе, они были. Знаете, я помню хорошо, когда провести встречу, первая встреча, это, я уже говорила, да, что-то страшное, это было, коленки тряслись и так далее. Так вот, например, провести встречу потом для ровесницы, да, для ровесницы Маши, Кати, Светы, это одно. А потом, когда я, скажем, сделала такой переход на более взрослый контингент, приглашение людей в бизнес, да, потому что всё-таки, ну, студенты, они есть студенты, да, то есть не все такие, как я, как Маша, да, как я себя похвалила, да. Ну, на самом деле, то есть, да, ещё вот такой контингент, что мы ещё ветер в голове, как говорится, но не у всех, конечно же, да, не у всех, на самом-то деле. Но, то есть, мне нужно было перейти на более взрослый контингент, чтобы получить какой-то результат и провести встречу для, там, Мины Ивановны, да, то есть, простите, для взрослой женщины, а будет ли она меня слушать, а как она меня будет, а что она мне скажет, девочка, что ты здесь мне рассказываешь, да, то есть, вот такие вот страхи, которые мне всегда приходилось преодолевать. Ну, ничего, первая встреча была очень страшная, вторая не очень, третья совсем почти не страшная, ну, и так далее, и тому подобное, да, то есть, всё это приходит с опытом, когда вы делаете. Почему я на Reflame, да, почему я осталась в Reflame, вы знаете, я даже, как вам сказать, столько причин, чтобы остаться в Reflame, что я не понимаю людей, которые уходят, узнав об этом, да, то есть, люди, которые, на самом деле, уже прочувствовали даже, какая у вас шикарная лестница успеха, карьерная лестница, ну, где вы ещё верили, чтобы на предприятии, вообще на работе, чтобы вам говорили, вот, вот, пожалуйста, растите, зарабатывайте столько, сколько вы хотите, вот, пожалуйста, вот, где вы такое ещё видели, возможность построения семейного бизнеса, для меня это немаловажно, когда вы можете быть со своей семьёй, это не так, что вы не видите свою семью, а наоборот, это вас сплочает, это дело, которое вас может даже, да, скажем, ещё больше сплотить, укрепить ваши отношения с вашей половинкой, на самом деле, смотря, как вы относитесь к этому, это уже другая тема. И второй момент, то, что этот бизнес передается по наследству. У меня ещё не было, когда детей, да, ребёнка, то, вы знаете, мне было уже тогда немаловажно, что этот бизнес я могу передать своим детям, своим будущим детям. И вы знаете, это на самом деле правда, потому что я проверяла, я уже один номер передавала вот таким образом по наследству. Так что всё работает, всё нормально, да. Дальше, что я сейчас подсмотрю немножечко. Да, немаловажно, знаете, я сейчас понимаю, как немаловажно на самом деле, что я могу выбирать людей, с которыми я хочу работать, да, люди, с которыми мне приятно. Если вы на работу, вы приходите уже в созданный коллектив, не вами, да, то есть вам приходится уже где-то, скажем, как-то подстраиваться. То здесь, в принципе, вы выбираете тех людей, с кем бы вы хотели. Ну и, конечно же, это возможность ещё и путешествовать. Компания вам даёт такую шикарную возможность. Каждый, вы посмотрите, каждый год, это новая страна, где компания чествует на сцене, ну и так далее и тому подобное. Ещё одна шикарная возможность, которая у нас появилась, да, это с приходом продукции Wellness, это оздоровливать себя, свою семью, своих близких. Вы знаете, ну вот вы даже видите, это фотографии сегодняшние, да, вот что у меня было на кухне, я вот его сфотографировала. Это те продукты, которые на сегодняшний день, на сегодняшний момент употребляет моя семья. Я, мой муж и моя дочь, которая полтора годика. Детский Wellness, да, коктейль, мой любимый шоколадный, он уже ванильный, да, то есть мы с утра открываем, причём делаем себе по коктейлю, и наша Даша, моя доча, выпивает полустаканчика у папы, потом бежит у бабы. То есть вот таким образом. Вы знаете, хочу сказать о том, что напишите, пожалуйста, поставьте вот плюсики те люди, которые ещё не потребляют продукцию Wellness. Может быть, у вас есть какие-то страдания, связанные с продукцией. Поставьте, пожалуйста. То есть вот поставьте, чтобы я знала, что есть люди, которые ещё не принимают ни витамин, ни коктейль, то есть есть ещё такие люди, которые не принимают продукцию Wellness. И вы знаете, я не знаю, по каким причинам вы этого ещё не делаете, но я помню, если у вас какие-то возникают почему-то страхи с тем, что вы применением этой продукции, вы знаете, я вас очень понимаю, потому что когда появилась эта продукция, у меня тоже было, а как это, а что это, это же всё-таки не на себя там намазал, и ты видишь реакцию, да, то есть не крем, а вот что-то внутри выпил, это же не что-то происходит, да, то есть просто слушая истории других людей, видя их результаты, приходя на обучение и слыша какие-то вот, да, то есть факты об этой продукции, я просто начала с себя, естественно, да, то есть мне муж, кстати, говорил когда-то, я помню, что ты такое вообще, что ты такое пьёшь, ты вообще не боишься, что ты там внутри глотаешь такое. А сейчас, вот видите, у меня муж, наоборот, рассказывает моим знакомым на самом-то деле, говорит, даже я, знаете, бывает, иногда молчу, а он говорит, там, моим подружкам, моей подружке, вот, например, говорит, Инка, а ты чё ещё, там, не, ты самая волос там не пьёшь? Как, а чё это ты? Тебе надо волосы там, смотри, какие у тебя волосы, тебе надо, чтобы улучшить, да, вот у тебя волос, волос пэх, тебе подложить, ну, как-то вот таким образом, да, и люди делают, на самом деле, заказ, я там что-то уже расскажу. То есть поэтому люди, которые ещё не принимают по какой-то причине такой вот страх, и ещё не уверенности в этой продукции, то просто я вам рекомендую просто узнать ещё больше информации об этих продуктах и поскорее, как можно скорее, потому что это суперпродукт. У нас наверняка тоже есть знакомые, которые уже получили результаты, поэтому у нас тоже есть свои результаты, но я уже не буду об этом, потому что времени у меня совсем уже мало. Что на сегодняшний момент? На сегодняшний момент я в декретном отпуске, это моя дочечка, да, на сегодняшний момент, может быть, в бизнесе я не настолько активна, как бы мне хотелось, конечно же, да, с маленьким ребёнком. Про возможности, когда у меня есть возможность составить с кем-то малышку, то, конечно, я провожу какие-то встречи, в кафе, там ещё где-то. И вы знаете, что бы я хотела сказать, а как же, что такое вообще декретный отпуск, да, и на сегодняшний момент, для тех, кто не в курсе, кто не знает, да, то за первого ребёнка, по крайней мере, государство платит такое пособие в размере 2 миллиона 160 белорусских рублей. И, ну, представьте, да, как жить на такие деньги. И вы знаете, эта претензия сейчас от меня звучит, это не государство, ни в коем случае, потому что пособие, оно называется пособие, как помощь, да, государство мамам в декретном отпуске, но это не означает, что нужно сидеть и бездействовать. То, что я когда-то в своё время что-то сделала, да, что-то делала, какие-то действия, я сейчас это понимаю, да, и благодарю просто Вселенную, благодарю Бога, своих спонсоров, что они, да, меня пригласили, меня вложили в меня время, потому что... Тут просто не рассказать про результаты, но это потом. Вложили в меня время, потому что на сегодняшний момент я кроме этих денег, да, пособия от государства, я получаю заплату в рефлейм, свой доход ежекаталожно, каждые три недели, да, доход на уровне директора. Кому интересно, посмотрите на... на лестницу успеха, да, в плане успеха, какой доход ещё на уровне директора. И, конечно же, есть наверняка мамы, которые живут на посуде, только лишь... и... на уровне директора. И... 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 Так, что-то меня выбросило. Поставьте пересек, меня видно. Поставьте, пожалуйста, слышно, видно меня хорошо. Появилось всё. Это меня просто выбросило почему-то, не знаю почему. Наверное, кто-то говорит, нам уже заканчивайте. Презентацию. Сейчас я минутку буквально оберну презентацию на место. Сейчас минуточку буквально загружается заново. Что же я хотела вам ещё сказать такое важное, чтобы… Вы знаете, я с мыслью о том, что вашего ребёнка и вас самих никто не обязан на самом-то деле содержать, согласитесь, кормить. Да, то есть только вы и вы в ответе за вашего ребёнка, но пока он не стал взрослым человеком. Поэтому я уже повторяю, что есть много возможностей. Вот Reflame предоставляет шикарнейшую возможность работать, скажем, мне можно… много способов сейчас, да, методов работы. Можно работать дома, можно… как ваша душа пожелает. Да, то есть их огромное количество, я опять-таки не буду останавливаться на этом. Что бы я хотела сказать? Ну, на сегодняшний момент, пока я, скажем, устраивалась после родов, там какой-то небольшой промежуток времени, да, у меня накопились какие-то деньги, заработанные от Reflame, естественно, да, и вот какую-то небольшую часть я вложила в открытие своего офиса. Я вот совсем вот скоро, буквально в следующей неделе, надеюсь, что я уже запущу в работу и уже активно вольюсь в это во всё. Что хотела вам ещё показать? Один слайд, может быть, кто-то узнает себя. То, что когда вы приходите в Reflame, да, и вас спонсоры обучают, что-то рассказывают вам, дают какие-то почитать книги, ещё что-то. И вот как только вы начинаете задумываться о другой жизни, о других возможностях, начинаете что-то делать, первые шаги, то ваше окружение, ваши знакомые, соседи, муж, дети, может быть, родители, да, то есть это, посмотрите, где вы живёте, да, как, они вас пытаются вернуть обратно, вот, втянуть туда, в ту колесо, в ту колею, в которую вы сейчас идёте, чтобы, не дай Бог, вы не вырвались или стали какой-то другой, да, потому что вот людям привычно, привычно, когда всё обычное, да, какое-то вот такое. Поэтому сделайте рывок, сделайте через усилие какое-то, да, сделайте, вырвитесь, и пусть ваше окружение, вот как этот человечек на нижней картинке, да, пусть оно бежит за вами, стремится и смотрит, куда же вы их приведёте, а не втягивайтесь обратно в ту реальность, с которой вы хотите вырваться. Что способствовало моему росту? Это чтение, естественно, чтение, я читаю до сих пор, я читала до Reflame, я читаю в Reflame очень много интересных книг, полезных, познавательных, и именно книг, вы знаете, ну, хотя у нас сейчас электронные книги какие-то разнообразные, читать нужно обязательно. Вы знаете, сейчас, я общаюсь с людьми, я вижу, понимаю, вот что-то человек читает какую-то литературу, ну, я не имею в виду детективы или классику, романы какие-то, да, то есть я имею в виду саморазвивающуюся, саморазвивающую литературу. В Reflame вам просто посоветуют ваши спонсоры, порекомендуют всегда, дадут даже к нему, какой бы вы, поэтому не отказывайтесь, это шикарная возможность для развития. Обучение обязательно, я уже говорила об этом, школы, семинары, то есть, ну, сейчас, причём обучение ещё можно в интернет обучаться, да, вот на сегодняшний момент у нас, скажем, вебинар такой, не скажу, что может быть обучение, но может быть, да, действие. Знаете, обязательно то, что я хочу сказать вам о том, что делайте хотя бы что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, пусть это будет неправильнее действие, но которое вы поймёте потом, что они были неправильны, но делайте хотя бы что-нибудь, потому что пока вы не начнёте действовать, вы не поймёте, а правильнее это было неправильно, вы не получите никакого результата. Начните действовать, потому что можно просто обучаться, обучаться бесконечно, да, но так и не приступить к действиям. Поэтому действия должны быть у вас обязательные. Я заканчиваю свою презентацию, заканчиваю, жду от вас вопросов каких-то. Если у вас есть вопросы, я ещё полежала и говорила, делайте хоть что-нибудь, да, это уж точно. Литература, так, про результаты свой у нас рассказать. Ну, давайте, пока вы думаете, какие-то вопросы. Результаты, когда-то я уже делилась ими на мероприятии в электронном варианте. Ну, ладно, какие мои? Вы знаете, я всегда люблю приводить пример, смотрите, свою чонку, да, которая у меня растёт уже, я не знаю, когда она уже остановится, да, я тоже, вот я не люблю чонки, на самом деле, она растёт и растёт. Вообще, без шуток, да, если, то, что я принимаю, чтобы вам было понятно? Это wellness pack для женщин, это коктейль. Ну, утром я встаю, я выпиваю порцию коктейля за 30 минут до еды, а потом после завтрака я принимаю wellness pack, пакетик. И вы знаете, какие мои результаты? Конечно же, волосы, да, качество волос, качество ногтей, мне муж до сих пор говорит, ой, у тебя, слушай, такие ногти крепкие стали, да, то есть даже муж замечает. Я вам скажу, что к хорошему привыкаешь быстро, но я заметила о том, что у меня ещё зрение улучшилось, хотя врачи, многие могут сказать, мне говорили, что, ой, вы знаете, витамины никогда в жизни вам не могут улучшить зрение. Но вы знаете, это факт, который я проверила на себе, и чтобы мне не говорили, то есть, на самом деле, это так, потому что вы знаете, что у нас есть в астоксантине в витаминку добавили ещё экстракт черники, да, я так думаю, что благодаря этому, и не только, кстати, астоксантин сам полезен для зрения, очень важно, так вот, у меня меньше уставать стало, скажем, ну, зрения, да, особенно, когда за компьютером сидишь, да, то есть, или какое-то мероприятие, то очень потом так уже глазами эти хлоп-хлоп, а ещё я просто заметила, каким образом, о том, что я за рулём перестала одевать очки, особенно, когда ездила вот из Минска, например, в Рогачево, в дальнюю такую дорогу, да, на трассе, когда нужно идти там на обгон, да, то есть я одевала очки, чтобы разглядеть там вдалеке где-то машину, то сейчас я просто забыла, что они у меня есть, на самом деле, нашла недавно как-то, думаю, о, когда-то я такое гасила, вот, какие ещё результаты, ну, знаете, самое, ну, конечно же, бодрее, активнее я себя чувствую, да, и самые такие важные результаты, наверное, я считаю, это когда ещё твои близкие, знакомые, я говорила уже, да, когда твои родные, глядя на тебя, твои знакомые, глядя на тебя, на твои результаты, начинают принимать тоже продукцию wellness, и спрашивают, а что с тобой происходит, да, и вот как мой муж начал тоже принимать продукцию wellness, глядя на меня, да, так вот, моя мама, да, у которой просто, на самом деле, такая есть шикарная история, когда она каждую весну, мне просто, как это сказать, даже это не посерьезно, мне даже не устанавливали, не установили диагноза какие-то с руками, какая-то такая творилась ерунда, когда мы там трескались, шелушились, руками делаем ведь мы всё, да, то есть их просто нельзя было в воду опускать, потому что, ну, они сами по себе, она всегда забинтовывала их, да, то есть вот она уже несколько лет, года три, наверное, принимает wellness pack, тоже для женщин, ну, и слава богу, то есть у неё с этим вопросов уже, вопросов нет. Я перехожу дальше, есть ли какие-то вопросы? Так, ура, к чему пока не знаю, кстати, у меня зрение тоже улучшилось, неделю назад была окулиста, она ещё переспросила, точно очки носила, вот, видите, не одна я такая, оказывается, по поводу зрения. Так, wellness – это десятое чудо света, возможно, да, возможно, это уж точно, да, и просто людям, людям надо просто донести информацию, вы знаете, да, что wellness каталог, на самом деле, когда вы показываете своим знакомым, то об этой продукции нужно ещё говорить, рассказывать, но рассказывать что? Когда вы рассказываете свою историю, это самое действенное, поэтому начинайте всегда с себя, с самого себя, и только так вы можете донести до человека какую-то информацию, если вы будете говорить про какую-то там тётю Свету, тётю Катю, которая там, когда-то там принимала, и там что-то ей понравилось, то есть, ну, людям, ну, да, да, то есть, ну, вот, именно себя. Так, вот, так, 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 спасибо, спасибо, спасибо вам. Какими способами работы? Вот Калина меня вот прямо подвела. Какими способами я сейчас работаю? Я говорила, что когда у меня есть возможность, я оставляю свою дочку с кем, я назначаю те же, те же способы, это, во-первых, я никогда не забываю про список знакомых, ну, про тех знакомых, которые у меня сейчас, да, окружение, я всегда провожу, знаете, в домашней атмосфере, либо я в гостях, либо у меня кто-то в гостях. Я просто беру, достаю, там, например, в спа-уход, да, всю серию, она у меня есть, я используюсь ею сама, и я говорю, слушай, такая серия классная, я говорю, давай я тебе сейчас сделаю. Я так и говорю. И там, чего, куда же там, кто-то мне приходит, я говорю, я тебе дам всё, да, если ты хочешь, там, боишься, там, не накрашенная уйти от меня, то есть я тебе всё дам. И вы знаете, то есть есть свои результаты. Второй момент, как я разобудусь с незнакомыми людьми, да, это рекомендации уже моих знакомых, и эти люди, скажем так, для меня они незнакомы. Я их приглашаю, этих людей, провожу встречу где, у меня здесь нет сервисного центра, конечно же, да, я провожу встречу в кафе. Ну вот я говорила чуть выше, что вот буквально в следующей неделе, надеюсь, что уже открою офис, где мы не совсем там лафа, да, где я уже буду проводить, назначать, то есть у меня уже целый список людей, которые мне звонят на самом деле, которые готовы прийти, хотят, я их всё откладываю, чтобы пригласить их в более комфортные условия. Когда открытие офиса, ну, открытие офиса не буду делать пока грандиозным, на следующей неделе, я же говорю, буквально там мебель мне осталось расставить, там кое-что надо купить. Так, горжусь. Ну, это спонсор пишет, конечно. Так, Ира, ты спо открываешь, и офис просто, чтобы работать. Какими способами работаешь? Ну, про способы только что говорила вам, да. Знаете, вот есть мысли, кое-что делаю, но хочу получить, чтобы мне, скажем, не просто вам рассказывать о чём-то там, о таком, скажем, вот что, что вот я хочу получить результаты конкретные, потом буду вам делиться со своими наработками, от того, чего я получила результаты. Кстати, хочу сказать по поводу методов. Вы слышали, что методы работают все. Они на самом деле работают, если ими работать. И когда у вас пришло, скажем, какое-то видение или какое-то желание сделать, да, и пригласить своего знакомого каким-то образом, то сделайте это, потому что, когда вам приходят ваши мысли, используйте, используйте, используйте их в действии, да, то есть проверьте на результативность, они вам принесут обязательный результат. Обязательно. Потому что, когда вы используете свои мысли и свои идеи, которые вам пришли в голову, то они вам принесут вдвойне результат. По поводу СПО, СПО пока не открываю, чуть позже. Надо на работу. Надо работать. Так, спонсор прямо сейчас вообще, я тут уже прямо загоржусь сама собой. Так, неудачи были или только радости? Неудачи, я трудности рассказывала, да, про неудачи, ну, конечно же, были разочарования. Что же, вы думаете, все так было хорошо и здорово? Нет, конечно, были упадения, были какие-то сомнения, были остановки, были какие-то, то есть, свои тараканы, как я говорила, в голове, да, то есть страхи определенные, а получится ли? Знаете, даже на том этапе, когда я закрыла звание директора, я думаю, а вдруг, вот, а вдруг на мне именно компания перестанет выплачивать тысячу долларов? И мне, вот именно мне вот такой вот не заплатят тысячу долларов. Понимаете, на нас сколько, да, то есть в голове какие-то свои, поэтому трудности, они есть, были и будут. И вопрос в том, что как вы к ним относитесь, как вы смотрите. Знаете, как говорят, Лиза отличается только одно, как он относится к своим, ну, не к своим, а к трудностям, как он на них смотрит, да, то есть и преодолевает, скажем так, и удачи, да, то есть мы были, конечно же, мы приходили люди на встречи, о, боже, вот как это, когда-то в начале пути особенно, да, как это, все это, скажем, уметало, боже, я вот сделала, назначила на встречи, 10 человек назначила, а пришел один, представляете, ай-яй-яй, зато мудрый спонсор мне говорил, ты представляешь, к тебе пришел целый один человек, а ты представляешь, что этот один человек может стать твоим директором, ну, то есть вот в таком варианте, и вы думаете, на самом деле, это, то есть, знаете, как люди не приходят и сейчас, ко мне не доходят, да, то есть люди сейчас отказывают мне, по-прежнему ничего не поменялось, поменялось мое просто отношение и мое видение этого всего. Так, я удачу запомнила, надеюсь, что ответила, как совмещаете свою работу, часто ли приходится работать офлайн? Так, подождите, совмещаете свою работу, какую свою работу? Я работаю только в компании Reflame, свой бизнес у меня, если я правильно вас поняла, то есть я не работаю где-то по найму, часто ли приходится работать офлайн? Офлайн – это когда я работаю не за компьютерами, так, я работаю большую часть времени, да, я практически всегда офлайн, я люблю больше, скажем, общение живое, и в принципе люди, которые работают онлайн в интернете, да, насколько я знаю, у меня нет большого опыта, но, насколько я знаю, без, скажем, роста в Reflame, без общения, живого общения с людьми не будет, поэтому нужно обязательно в любом случае учиться контактировать с людьми. Так, я где-то тут, привет всем тут, я уже подумала, что я что-то тут. Так, в интернете ты работаешь, я только что ответила, да, что я не очень в интернете пока работаю. Так, привет всем, ну, здравствуйте, Ильюша Мазыкова, и вам. Так, а была у вас конкуренция с других компаний из Инфодрулик, там гораздо дешевле. Не совсем поняла вопрос, а конкуренция с других компаний, что-то не очень я поняла вопрос, а что вы имеете в виду. Конкуренция, вообще, знаете, я всегда смеюсь над этим, и не рассматриваю даже как конкурентов каких-то там, да, каких-то там, да, потому что, ну, вы сами посмотрите в Reflame, какой шикарный офис, какой, и когда, ну, насколько компания, да, какой, какие даже истории, какие люди в компании Reflame приходят, о какой конкуренции вы можете говорить. Вы напишите еще раз, да, я вижу, у меня такая ситуация, берут каталоги Reflame и в Инфодрулик и сравниваются на здоровье. Для этого существует здоровая конкуренция, чтобы сравнивать цены, чтобы, да, сравнивать только в том плане, что не забывайте сравнивать какие-то еще показатели, как качество, например, да, о том, что компании гарантируют 100%, гарантируют качество продукции, ну, и так далее. Так, я молодец, спасибо вам. Так, с семьей, что такое с семьей? Да, с семьей, конечно, обязательно. Если спросили, как совмещаешь работу с ребенком, наверное, спросили про это. С ребенком, как совмещаю? Вот, рассказываю, что либо оставляю, да, вот сейчас я почему пошла на открытие офиса, на то, чтобы, да, то есть, чтобы мне, скажем, быть немножко независимой, независимой от бабушки, там, да, например, с которой я оставляю, могу ли я тетю, с которой могу оставить ребенка, оно не всегда, вы же понимаете, да, я не нагнею, да, то есть, это мой ребенок, и мне его растить, воспитывать. Поэтому пошла на открытие офиса, он, скажем так, у меня совсем близко возле дома, да, то есть, я пока ребенка положила спать, я могу делать какие-то, опять-таки, провозить встречи, презентации и так далее, и тому подобное. Так, поэтому совмещаем, как любая другая мама, и сейчас, вы знаете, уборка, какая-то стирка, но не отменял никто этого, то есть, есть какие-то бытовые свои вопросы, которые решаем, каким образом, как все обычные люди. Знаете, хорошую фразу вот услышала на семинаре директорском, вот совсем, 30 марта у нас был в Минске, что готовка, стирка, уборка и так далее, да, для малодекретных, то делать ее нужно не, как это сказать, между работой, да, то есть, готовить, а не делать бизнес между готовкой и стиркой, да, то есть, понимаете, разница в чем? Ведь на самом деле, сейчас только у нас есть стирение машины, мультиварки, да, то есть, все закинуло, забросло, что-то сделать, можно все это делать очень быстро, было бы у вас желание, просто-напросто, и так, 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 я быстренько сейчас, совмещение с семьей, а я это не в виду, совмещение с семьей, что-то я тут уже вижу, что я ответила, просто сейчас часто зовут Фондорник, идет сравнение цель и переманивает, якобы у них продают дешевле, ребят, вопрос в том, на чем вы сами концентрируетесь, вот концентрируетесь на том, что вот кого-то зовут, кого-то еще там что-то, ну и пусть себе зовут, ну и здорово, что у нас есть конкуренция, понимаете, что есть такие люди, которые зовут еще куда-то кого-то, пусть люди сравнивают, это же замечательно, вопрос в вас самих, на что вы обращаете внимание, ведь, вот позвали вашу, например, знакомую там, Олю Соберлик, ну и здоровье, зачем вы, на Олю ведь свет к ним не сошелся, ведь у вас есть другие знакомые, зовите их, и вы увидите, что ваша знакомая Оля еще к вам сама попросится в Reflame, да, и скажет, а дай каталог посмотреть, вот увидите, вопрос только в ваших лидерских качествах, понимаете, поэтому просто надо работать над собой здесь, а не всего лишь, а не вращать на Фоберлике, и так далее, так, ерунда, главное, свыклы-то больше, ну тут можно, сравнивать, так, роботы, пылесосы, ну да, конечно, роботов-пылесосов у меня нету, я думаю, что с обладаетесь, но все можно совмещать, было бы у вас желание, я вам еще раз говорю, извините, так, чем Фоберлик, наш макетный план, дает большие возможности, ну это тут уже начинается, с пояса, с обвинения, просто мы тратим с вами время, давайте не будем, вот так, тогда продукцию не покупают, да, и Диралифлэн гораздо сильнее, чем в других компаниях, ну что, я так понимаю, что вопросов больше нет, да, но не было, я вас хочу поблагодарить, что вы выдержали, вытерпели, да, меня, меня всю мою, скажем, презентацию, ради, чтобы вы почерпнули что-то важное для себя, да, так, вопрос еще, надеюсь, что информация, которую вы услышали, что вы что-то возьмете для себя на вооружение, а главное, действие примените, да, так, как муж относится к твоему бизнесу, как мой муж относится к бизнесу, ну, конечно же, благодаря моему мужу, я сейчас вам так отвечу на вопрос, благодаря моему мужу, если бы не он, у меня бы не было офиса, я так вам скажу, потому что все, весь там ремонт и все приготовления, и все, то есть, сделал он, на самом деле, я очень благодарна моей маме, потому что, вот это мои близкие, да, которые меня поддерживают, и которые, благодаря им, мне много, вот, в том же плане офиса, да, я им очень благодарна за то, что они мне помогли, так, поэтому, ну, я думаю, что я ответила на вопрос, как муж относится к бизнесу, вопрос, если у вас есть какие-то вопросы, с вашей семьей, о том, что, они у вас там, что-то там ставят, какие-то преграды, или еще что-то говорят, там что-то, вопрос в том, что вы, что вы рассказываете им об Арифлейм, вы приходите домой и говорите, ой, мне Арифлейм, там опять, не доложи, помаду мету положили, ой, о том шампунь какой-то там не такой, или вы там, а, опять отказали мне, там, в Арифлейм, о, как мне это достало, все, если вы говорите об этом, то ваши родные и близкие, они не хотят видеть, как вы мучаетесь, да, и они будут, естественно, вас уберегать, и говорить потом, зачем тебе это все надо, и так далее, а если вы говорите о том, какая это компания, а ты представляешь, а вот Арифлейм, то есть я рассказываю такие вещи о том, что, в принципе, мужа я просто вожу с собой на мероприятия, да, какие-то водилы, он это видел, и он меня во многом еще подбадривает и говорит, что ты тут расслабилась, да, что ты тут расслабилась, иди, делайте, он мне просто еще и помогает советами, рекомендациями, сейчас мне спонсоры далеко, мне муж как спонсор сейчас, этот наставник, так, что я отвечаю людям, когда говорят, что у них маленькие дети, что я могу им сказать, я очень рада за вас, что у вас маленькие дети, дети это счастье, и что, о том, что дети им преграды, но вы понимаете, что когда человек мне сейчас говорит, что у него нет времени на то, чтобы почитать, или что вот как бы эти маленькие дети, я просто знаю, что у человека нет, то ли я не вызвала желания, то ли у человека просто нет стимула к тому, чтобы шевелиться, что-то делать, что-то менять, поэтому любые какие-то отговорки, это просто отговорки, у человека просто вы не вызвали желание, есть стимула, интерес и так далее, так, муж супер, ему низкий поклон, передам Карина, обязательно, так, 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 хорошие мыши у вас, у вашей мамы, крепкое здоровье, спасибо вам большое, за такие пожелания, они хотят видеть позитивное, ну, родные, я так поняла, да, про то, что вы, конечно же, любой человек хочет, да, вы сами хотите, так, да, тут надо быть позитивным, абсолютно с вами согласна, позитивным надо быть во всем, даже когда, знаете, не множество видеть, да, а вы постарайтесь, а надо, или, как говорится, либо хорошо, либо никак, лучше уж, да, то есть куда-то там зашивитесь в уголочек, там что-то себе там поделаете, ну, а на следующий день проснуетесь, у вас будет хорошее, другое уже настроение, да, то есть, поэтому перетерпеть надо, так, спасибо компании за все, абсолютно с вами согласна, компания, компания у нас просто супер, просто обалдеть, вы знаете, сегодня мне одна знакомая пришла и рассказывает, что вот там сокращение, там, в банках, ну, вот у нас даже в городе, я думаю, что в Минске та же ситуация, по всей Беларуси такое есть, что людей кого-то сокращают, кого-то отправляют за свой счет, кому-то урезают зарплату, ну, то есть крутится кто как может, как говорится, да, а вы знаете, я вот думаю, вот Арифлейн, да, на сегодняшний момент, пока я даже в звании директора, да, то компания за этот период, вот кризисный даже, компания ни разу не то, чтобы не понизила, а компания уже несколько раз даже повысила мои доходы, то есть даже вроде как не повысилось мое звание, но мой доход вырос, не только мой, у всех лидеров, понимаете, то есть компания наоборот поддерживает, я помню, когда они в марте, в марте там, года два назад, наверное, да, приехал, приехало руководство компании, и сказали, вы знаете, вот кризис, вы об этом знаете наверняка, в Европе тоже кризис, людей увольняют и так далее, им сложно жить, а мы приехали к вам с хорошими новостями, мы вам, скажем так, повышаем, я только просто вам расскажу, на самом деле, мы вам просто повышаем доходы ваши, чтобы вам, скажем, легче было переносить кризис, кризисное время, представляете, какая у нас компания, какой руководство, просто, просто обалдеть. Так, так, я молодец, ну спасибо, так, 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 ты Ириночка, спасибо, Ирина, не знаю, кто это Ирина, но так, видно, что много читаешь, молодец, о, все, я так понимаю, что все, вопросы закончились, спасибо вам, на самом деле, за хорошие, за приятные отзывы, я много сама от вас позитива набралась, да, казалось бы, от ваших позитивных отзывов, и хочу, вам последний слайдик, меня так он стимулирует, и знак свыше, это когда-то, кстати, висела записочка на дверях у наших астм, в кабинет, когда входишь, если ты хочешь что-то сделать, но не решаешься, ждешь знака свыше, так вот он, иди и делай, и у вас все получится, идите и делайте, на самом деле, ключевое слово, я хотела, чтобы вам провести сегодня, это просто идите, и делайте, делайте хоть что-нибудь, у вас обязательно получится, получится то, чего вы задумали, просто идите и делайте, и не смотрите ни на кого, ни на какие там преграды, не просто не обращайте внимания на какие-то глупости, те, кто люди, те, которые сейчас шевелятся, те, которые что-то делают, они обязательно получают свои результаты. То, чего и я вам желаю. Просто идите, делайте, у вас всё получится. И я надеюсь, что мы с вами встретимся на золотой конференции от компании, которая делает шикарные золотые конференции. Я знаю, это не понаслышке. Поэтому я просто вам рекомендую поменять хоть что-то. Начните с сегодняшнего дня, чтобы не получилось так, что вы сейчас энергию получили, замотивировались, пошли посуду помыли на кухне. А просто идите, сделайте хотя бы что-то, хоть маленькую крошечку для своего бизнеса. Сделайте один звонок, хотя бы один звонок своему бизнес-партнёру или своему знакомому, пригласите его на встречу. Хотя бы каждый день, каждый день, ну по чуть-чуть хотя бы. И у вас всё будет обязательно получаться. Я вас люблю. Я рада была, что вы выдержали. Спасибо вам, да, за ещё раз поблагодарю вас. Ну и всем благ вам. Всё, я прощаюсь. Да, увидимся на банкетах. Всё, до свидания всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok